Депрессия и меланхолия То, о чём говорилось в том видео, если что, ссылка на него будет в описании Очень часто мы ошибочно принимаем меланхолию Скажем так, состояние небольшой печальки Такой, когда делать что-то особо не хочется Но ты всё равно можешь это делать И тебя даже что-то способно развлечь Так вот Депрессия, как я говорила уже ранее, это болезнь Болезнь, при которой тебя ничего, абсолютно ничего не способно развеселить У тебя теряется тяга к жизни Ты становишься подавленным, замкнутым В тебе просыпается агрессия И, собственно говоря, появляется просто ряд суицидальных мыслей Иногда даже бывают попытки суицида И самая большая, отличительная черта Это то, что меланхолия может длиться пару дней, пару недель А депрессия может длиться от месяца до нескольких лет При том, что не все её различают И не все вовремя идут её лечить Лечится она лекарствами, психотерапевтами Почти ежемесячным, еженедельным посещением психолога Потому что за твоим состоянием, за твоими проблемами Должны следить, чтобы ты случайно Ну как случайно Чтобы ты в порыве своих эмоций Своего самокопания Не убил себя или кого-нибудь ещё Что я не знаю, насколько это больше проблем Насколько это глобальнее проблема, чем убить себя Потому что и то, и то нехорошо И то, и то я не приветствую Если вы заметили, что ваша печаль Вот эта вот меланхолия, которая у вас начинается Она начинает вас сжирать изнутри То лучше сразу идите к врачу Потому что только врач может сказать Начинается ли у вас депрессия или нет Депрессия, ну, я уже сказала, как она лечится Да, вот таблетками, типа флоксетина Аразипам, респиридол, аразипам, галапиридол Это очень мощное успокоительное Которое, по-моему, сейчас уже запретили Флоксетин только, по-моему, остался И может быть аминозин Вот И в принципе, в принципе Если вы ложитесь на лечение от депрессии В этом ничего зазорного нет Ничего зазорного Это просто значит, что вы эмоционально устали Потому что обычно депрессия начинается Из-за какого-то слишком большого объема работы И ваш организм таким образом Кричит, ну, кричит вам Что нужна помощь И вы лучше бы, чтобы вы ее предоставили Потому что потом, может быть, все очень-очень плохо И все гораздо хуже Ну, вопреки, как бы, мнению о том Что человек, который ложился в больницу, да С белыми палатами Что он ненормальный Оно ошибочно Потому что о своем здоровье Кроме вас никто не позаботится А теперь я вам расскажу Свои способы Ну, лично Которыми я пользуюсь Когда на меня накатывает какая-то печалька И я понимаю, что это нифига не депрессия Это вот осенне-зимняя меланхолия Потому что в организме начинает не хватать витаминов У вас начинается авитаминоз У вас Начинаются мечты о лете А природа засыпает И, как бы, даже природа говорит вам Что надо немножко укрепить свой иммунитет Немножко пропить комплекс каких-нибудь витаминок Ну и, собственно говоря, искать себе развлечения Если мне становится грустно И меня в это время никуда не зовут работать Как это обычно бывает То я стараюсь найти себе какое-нибудь Сублимирующее, скажем так, развлечение Это либо шитье Либо какие-нибудь кружки И, опять же, можно поискать какие-нибудь антикафе В ваших городах В которых проходят иногда, например, поэтические чтения Какие-то небольшие концертики То есть Что-то такое, что не входит в вашу обыденную жизнь Что-то такое, что может разбавить вашу рутину Если на меня печалька накатывает по вечерам А это бывает почти каждый вечер Надо посмотреть на время И если время позднее, то лучше ложиться спать Сон лучшее лекарство от печальки Либо можно скачать какой-нибудь сериальчик Почему нет? Какое-нибудь аниме Либо взять какую-нибудь книгу Она, правда, потом кончится И у вас будет еще большая печаль Но зато на некоторое время это вас отвлечет Либо если вы все-таки умеете что-то делать То лучше возьмите это что-то Даже если это просто рисование Даже если вы это не очень умеете Вы можете подтянуть свои навыки Потому что печалька Это избыток свободного времени Который вы не знаете, как потратить Ищите чем себя занять Занятие это, повторяюсь, лучшее средство от печали От меланхолии Если не можете найти занятие Попробуйте вытащить кого-нибудь погулять И сходить куда-нибудь вместе с друзьями Это тоже иногда помогает И, наверное, это фактически Фактически, наверное, все советы Которые я использую в своей жизни Потому что на самом деле Я жуткий параноик Если я себя чем-то не занимаю На меня накатывают печальки Я начинаю думать о своей жизни Или о том, что происходит вокруг меня А у меня может начаться приступ Параной Такой легкий И неизвестно, к чему это все приведет А если у вас нет знакомых Друзей У которых вы что-то могли бы спросить Или поговорить вот в такие моменты Когда оно прям вот Ну, невозможно в себе это уже держать Вы можете написать мне ВКонтакте Или в Директе в Инстаграме Или Если у вас много свободного времени И вы готовы ждать Можете позадавать вопросики на АСКЕ Я всегда отвечу Конечно, если я в сети И если Я чем-то не занята Потому что бывает так, что я ВКонтакте в сети Но у меня просто включена музыка И я что-то делаю Вот, в общем, я вам обязательно отвечу Возможно, мы с вами придумаем Что-нибудь интересное Что-нибудь новое Или Я вам объясню, как что-нибудь сделать А еще вот такой момент То, что сладкое иногда поднимает настроение Ну, не всегда правда Иногда ты после того, как что-нибудь сладенькое съешь Начинаешь заниматься самокопанием Вот для этого, кстати, есть Чаи с разными вкусами У меня сейчас есть шоколадный чаек Это просто Это вау К сожалению, видео получается очень коротким У меня уже садится голос Потому что я, увы, еще не вылечилась до конца Я надеюсь, что вы не болеете И всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok